Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Ввиду того, что наша передача готовится к летним каникулам и, как водится, в школе часто задают список на лето, мы сегодня в нашей студии решили поговорить на, казалось бы, отвлеченные от веры вопросы, однако, между тем, очень важные и в том числе сориентировать вас на лето, что стоит посмотреть, что стоит перечитать, почитать и в целом о чем стоит задуматься. А говорить мы будем на фоне и на предмет недавно вышедшего фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь». И говорить будем с нашим гостем в студии, киноведом, кинокритиком, филологом, философом Валерием Вениаминовичем Бонаренко. Здравствуйте! Добрый день! Ну, мы не будем, наверное, скрывать, что этот фильм мы с вами уже обсуждали и обсуждали и, собственно, после просмотра, когда мы с вами ходили вместе. Не будем. В то же время мы обсуждали его и с некоторой частью общественности самарской. Фильм, вот буквально я вчера заходил, читал отзыв. Интересно, что этот фильм критики, пока, по крайней мере, такой жесткой и непримиримой, как это было с Левиафаном, не вызвал ни у кого, ни у церковников, ни у политиков, ни у интеллигенции творческой. Этот фильм как-то раз и, в общем, как-то вошел в культурную жизнь нашей страны, а значит, видимо, он задевает, ну, какие-то очень важные темы, которые обсудить назрела необходимость, наверное, у всех слоев общества. Вот для некоторой затравки я бы, наверное, попросил, а так как, может быть, наши телезрители не знакомы ни с этим именем, ни тем более с фильмом, немножко вкратце пояснить, кто такой Андрей Звягинцев, какова его дискография, что называется, да, фильмография, вот, и о чем этот фильм? Андрей Звягинцев, ну, наверное, один из, там, нескольких кинорежиссеров, может быть, второй в какой-то неписанной табеле о рангах нашей страны, ну, после Александра Саркурова. Человек, которого невероятно счастливая каким-то графическая судьба, потому что, ну, снять дебют, получить главный приз Венеции, а такой был Старковским с Ивановым детством. А с тех пор с российскими режиссерами такого не было, насколько я помню. И вот так вот он как-то прописался. Он прописался в мире большого кино, и он был в Самаре, он был в Ракурсе, выступал там, представлял Возвращение, я с ним программу когда-то записывал. И он произвел на меня очень хорошее впечатление. То есть какого-то такого вот очень серьезного, очень честного, хотя и улыбчивого, с какой-то такой очень доверчивой, милой улыбкой человека. С тех пор он снял пять картин. А четыре еще. «Искупление», «Елена», «Левиафан» и вот «Нелюбовь». И последние три, «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь», они составляют, ну, в некотором смысле трилогию. Потому что все это, так или иначе, с одной стороны, вертится вокруг каких-то болезненных точек жизни российского общества и российского человека. И вокруг вообще такой, был такой термин «человечность» когда-то в гуманистическую эпоху. А с другой стороны, Звягинцев, человек, который мыслит все-таки метафорами, вот, каждого картина стремится стать притчей, обрести некоторую многозначность. И вот эта многозначность, с одной стороны, а с другой стороны, злободневность, это такой предмет для полемики всегда. То есть, одним кажется, что это не очень сочетается, и многие считают, что наилучшим образом все это у него срослось в «Елене». Ну, это уже первая его картина такая была. А другим кажется, что вот нет, человек все-таки там набирает от фильма к фильму. Вот. Сегодня мы живем в такую эпоху, сразу просто хочу оговориться, что очень сложно себе вообще представить какой-то совершенный гармоничный фильм. Ну, то есть, я почти не вижу фильмов, где бы картина была, ну, настолько же, там, уравновешенной, внутренней. Ну, как вот «Ночи Кабириев и Ленин», допустим, да, или там «Замужество Марии Брауна» Фассбиндера. Сегодня таких картин нет. То есть, в этом смысле что-то изменилось. Гармония не дается, вот, да, так как она давалась, там, в 50-е, 60-е, 70-е годы. Поэтому, конечно, там всегда есть за что критиковать. И для меня очень ценно, что его картины все-таки, они вызывают вот эту какую-то, ну, иногда бурю, иногда какое-то сомнение. Вот. И Звягинцева одни хвалят, другие обвиняют. И все это очень ценно. Потому что вообще, чтобы у нас вокруг какой-нибудь картины люди начали спорить в России сегодня, вот сейчас такая редкость невероятная. Потому что та эпоха, когда, я помню, собирались там, вот, чуть ли не до сотни людей обсудить Ассу Владимира Сергея Соловьева, да, или там, ансоценический синдром Кира Муратова, они давно позади. И это очень ценно, что мы вообще можем говорить про какой-то фильм, спорить, высказываться, не соглашаться. Очень хорошо. Ну, самое интересное, это что вот получается, ввиду того, что как-то он всеми принят, ну, вот мы только с вами сегодня обсуждали, может быть, двумя-тремя людьми из нашего какого-то общего круга знакомств, люди неоднозначно ее оценивают. А в общем и целом, как-то вот все сошлись на том, что это фильм о нас, фильм о современной российской действительности. В этом смысле, то есть спора о нем нет. Другой вопрос, что он задевает какие-то болезненные такие точки, которые, с одной стороны, вроде бы не оставляют равнодушным, а с другой стороны, вот то, о чем вы в среду в чайном клубе Чайковский говорили, что как-то странно, все вышли из кинотеатра и спокойно пошли домой. То есть как-то, в общем-то, живого обсуждения не было. Поэтому мне кажется, вот сегодня крайне актуальным наш сегодняшний разговор и тот разговор, который мы, скорее всего, продолжим с вами в следующей нашей передаче об этом фильме, он действительно крайне злободневный, крайне актуален. И уж коли употреблено слово «человечность», потому что действительно как-то у Секацкого есть замечательное определение современного типа человека, да, что это не человек, а хуматон, вот, который с определенным набором специфических сущностных характеристик. И вот фильм Звягинцев, он примерно об этих хуматонах, которые живут, которые разводятся, которым наплевать на... здесь дело даже не в том, что это маленький мальчик, хотя Достоевского, аллюзия на Достоевского, наверное, тоже присутствует, что не стоит весь мир и слезы маленького ребенка, а в том, что, в принципе, плевать на судьбу человека. Где он, что он, как он... Это действительно как удивительные признаки расчеловечивания современного человека. И тут хочется, в свою очередь, вспомнить Мурдашвили, который говорил о том, что человечность – это практика собирания себя. Вот мне хочется... Мы все равно, я думаю, в полной мере не успеем оценить этот фильм, но хочется вот о каких-то важнейших вопросах, которые он поднимает, поговорить. Так вот, с точки зрения Звягинцева, какие элементы расстроились, что человечность, как практика собирания себя, не работает? То есть, что никак не состыкуется, что никак не соберется? Какие элементы не найдены, какие потеряны? Ну, может быть, стоит сказать тем, кто еще фильм не видел, что это история семейной пары, которая разводится, и никто не хочет брать мальчика, а мальчик это чувствует и убегает из дома. Это первая часть фильма, вторая часть фильма о том, как мальчика ищут. Ну, а чем все заканчивается, вот я думаю, что... Или это как-то возникнет у нас в разговоре, или, может быть, зрители посмотрят эту картину. Я думаю, что... Вот меня что поражает... Меня убеждает в этом фильме, да? Меня убеждает некая... Какая авторская нацеленность. То есть, вот что... Понимаете, в этом же его и, собственно, обвиняют. Вот, Звягинцев. Здесь, ну, спорить невозможно, я считаю, потому что либо это как в Аристотею, либо ты узнаешь, либо не узнаешь. Вот. Потому что она действительно, как бы, слишком злободневна. А мы живем в такую эпоху, когда сама злободневность стала фиктивной. Ну, потому что мы все время слышим какие-то дискуссии, они как бы политические, как... Ну, там столько пустого, там нет живого слова, слушать вообще нечего абсолютно. Какое-то выхолощенное такое публичное пространство. Поэтому зритель, которому все это надоело, вот так вот, да, он приходит, и вдруг начинает там это тоже видеть. Ему кажется, что Звягинцев не на том пути, что ему надо там, по завету Андрея Белого, пойти петь лазурь. И все. Вот. И все. То есть просто, да, отстраниться от этого мира. И это будет фактом его оценки. Выйти из игры. Да, абсолютно. Но Звягинцев человек другого темперамента. Он из игры не выходит. И вот мы когда обсуждали, мы, да, обращали внимание на то, что картина сделана по принципу наращивания отчуждения. И это в этом, конечно, авторская воля. Да, потому что там, где можно было бы смягчить, там, где можно было бы сделать персонажей разнообразнее, там, где можно было бы, ну, как бы, перейти в другую тональность. Да, потому что, конечно, там, если сказать, что фильм не любовь в одной тональности, это будет близко. Вот. К тому, что мы видим. Конечно, там не хватает, вот, несколько другой тональности, да, какого-то освежающего юмора, вот, какого-то, я не знаю, да, некое сострадание по поводу потерянной человечности. Он очень жесткий в этом смысле. Сострадание-то есть, но оно, да, оно как бы спрятано, скрыто. И в этом, конечно, есть умысел, да, в этом есть такое решение. Вот. Потому что, ну, естественно, это азбука, эстетики, фильм, книга, это в основании принципа художественного отбора. Да, ты решаешь, в смысле, ты художник, вот, какие два кадра смонтировать, дать ту или иную сцену, сократить или нет, сохранить эту тональность. Это, конечно, совершенно продуманная такая позиция. И я думаю, что Звягинцева очень тревожит то, что тревожит вообще-то людей давно. Ну, просто сейчас это уже стало совсем, вот, как бы вопиющим. Это то, что, знаете, то, что Бердяев называл таким процессом объективации. Вот. Был когда-то внутренний мир, вот, а в какой-то момент все внутренне стало объективироваться и превращаться во внешнее. И вот когда оно превратилось во внешнее, да, ну, что мы видим? Вот мы едем по городу, по любому городу, вот. Сколько классов предметных существ, я бы так сказал, представлено, да? Значит, есть аптеки, есть магазины, есть торговые центры, ну, там, понятно, есть банки, есть места, где люди едят и пьют, ну, и так далее. Мы не назовем больше 10-15, это какая-то картина. Вот, когда все объективировалось, вот. А объективировавшись, внутренний мир куда-то спрятался, да? А в том смысле, что мы стали называть внутренним миром мир желаний и реакций, да? Вот, и все. Хотя так не было, вот, так не было. Вот, существует огромное количество книг, выдающихся, вот, о том, что это такое. Мы оказались в мире какой-то невероятной бедности. Я часто еду по городу, смотрю вот на вывески, и думаю, это все, что мы можем придумать, да? Даже в мире необходимости, да? Мы даже представим себе, что это только то, что нам необходимо, да? Не будем сейчас говорить, необходимы ли нам банки, необходимы ли нам аптеки в том виде, в котором мы... Вот это все? Вот это все? И вот далеко ли мы в этом смысле ушли от советской эпохи, когда всего тоже было мало? Все изменилось, да? И, соответственно, эта тенденция продолжается. То есть человек живет исключительно во внешнем, любит только внешнее, признает только внешнее, внешним себя оценивает, а так как существует процесс проникновения внешнего и внутреннего друг друга, то теперь уже не внутренний, сокращаясь, проникает во внешнее, а внешнее адресуется к внешнему. Только это некое внешнее внутреннее. Ну, через сюрре, конечно. Да, ты очень просто, а ведь. Да, да. Короче говоря, вот, что мы видим, да, на выходе? Мы видим, да, с одной стороны, это действительно то, что там один философ называл одномерным человеком. Он одномерный, он как бы, да, вот. В нем как бы не то, что нет всего того, что нам хотелось бы, да, какого-то состава человечности, а где-то оно не предполагается. И в этом ужас. Собственно говоря, это вот некая картина вот такого, да, крайне-крайне тяжелого положения. Вот. Человек, крайнего неблагополучия. И сам кадр пространства фильма, его атмосфера, они дышат вот этой, на некой непроницаемости. Непроницаемостью. И это я вот, потрясающе один из моих любимых вот русских философов, Лев Шестов, он, ну, есть вот совершенно гениальное одно наблюдение. Ну, цитировать я не помню это наизусть, я своими словами. Вот как в анекдоте, Бенни напел. Вот. Вот Бенни сейчас напоется про Шестова. Значит, Шестов пишет, что, конечно, очевидно, что Россия, вот, такая, ну, и Бердяев про это писал, все писали. Страна, почему-то, не рожденная для благополучия. А для чего тогда? Вот. Не удается никак зажить по-человечески. И у Бердяева был свой поворот. Он говорил, что Россия, она вечно либо к небесному, либо к звериному. Середины нет. Потому что середины создаются культурой. А вот это вот в России создано не было. Вот этой вот, да, средней, обыденной жизни, но очеловеченной, в которой можно как-то жить. Вот. Как-то жить. Просто жить. Вот. А здесь всегда небесное сменяет зверины. А у Шестова говорил, он сидел, ему приходилось торговать, и он сидел в лавочке, торговал, а ему это было противопоказано совершенно. Надо было кормить огромное количество людей. Вот. Семью, значит, там, и следующую семью. Ну, в смысле, там же, вот у всех свои родственники. Семья-то еврейская. Поэтому такая там... Всех надо кормить. Вот он сидит, значит, торгует и пишет. Какой ужас. Вот. Оказывается, совершенно невозможно философствовать, когда торгуешь. Я этого никогда не знал. Поразительная вещь. Когда ты нищий, когда ты болен, когда ты голоден, все это уживается с философией. А когда ты занят тысячу мелких дел и мелких забот, просвета не возникает. И человек не может... Ну, на себе пишет он же. Могу жить в состоянии вознесения. Да, вознесение или печаль. Не проникает. И он сидел в ужасе. Он вдруг открыл для себя, вот на собственном... Ну, это его опыт, да? Что оказывается, несчастье, боль, страдания, все уживается с философией, с поэзией. А вот тысячи мелких дел, забот. Да? А я бы добавил, тысячи мелких дел и забот в той самой середине мира, да? Которая русской культурой не простроена. И она вот рождает некое вот это непроницаемое нечто, да? В которой и та же человечность, она не проникает. Это какой-то вакуум. Мы как будто бы все живем, вот, понимаете, вся страна, это один торговый центр, и мы все запертые. И никто не может выйти. Внутри торгового центра есть улицы и даже леса. Но это все равно торговый центр. Вот. Где все пытаются что-то друг другу продать, потому что надо как-то устроить эту жизнь. И на каждом перекрестке торгового центра написано будь счастлив. Будь счастлив. Я вот еду по городу там, жизнь прекрасна, соответствую. А торгуют одеждой или чем-то. Ну, соответствую. Смотри, давай, 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 трать, покупай, покупай. Поднимай экономику. Вот, экономический. Мы только и говорим же о экономическом росте. Вот. Упал он. И если кризис, то только экономический. Да, да, да. Упал он, поднялся. И при этом давно уже забыли, что что-то может происходить с самим человеком. Извягинцев обнаруживают этих героев вот в этой точке. Они хотят быть счастливыми. А они живут в этой массе мелких забот. Фильм начинается с того, что они продают квартиру. Продают квартиру. А кто больше всего доставляет заботу человеку? Дети и старики. Женщины еще. Животные. Животные. Меньше степени. Вот. Но дети – это огромное количество забот. Потому что там отец семейства, он страшно боится, что про это узнает борода, как он говорит. Это, значит, хозяин фирмы. Вот. Потому что там нужны только хорошо женатые люди. Вот. Там разведенных и неженатых не терпят. Вот. Так организован этот мир. Он вот это... Он все время озабочен о решении этих проблем. Они весь фильм эти проблемы решают. Да? Квартиру, куда деть, как жить, с кем жить. Да? И с кем жить – это тоже предмет. Понимаете? Мы перестали обращать внимание, что... Это стало какой-то очевидностью. Люди выбирают себе любимых партнеров, как сказать. Слово «партнер» ужасное. Вот. Я говорю, из бизнеса. Мы партнер. Какой партнер? Вот там железную дорогу, что ли, строится на паях? Вот. Партнер по семье там, да? И так далее. Я говорю, это предметы. Красивый предмет. Там женщина. Вот. Да? Красивый, нужный в хозяйстве предмет для удовлетворения определенных потребностей. Базис. Неплохой, базисных, да? Важный. Мужчина, да? Тоже предмет такой. Ну, такой подвижный предмет. Должен быть. Вот. Подвижный предмет. Он должен уметь быстро перемещаться и обязательно, что-то приносить с собой. Обязательно. Вот. И он сам себя. Мы, мужчины, себя уже оцениваем постоянно. Вот по этому предмету. Можем мы что-то принести? Или нет? Во всем этом вообще отсутствуют простые вещи, которые мы когда-то и называли человечностью. А вообще мы можем сказать, когда мы сами озабочены, когда мы сами находимся в ситуации шестого, сказать кому-то при этом найти какое-то свободное пространство, доброе слово, выслушать и так далее. Нет. Какое-то вот. Подвижный предмет он не сун. Он не сун. Он приносит, уносит. Принес, удовлетворил базисные потребности. Вот. не принес, ну как-то не знаю. Вообще-то это большой публичный дом, честно говоря, вот в котором мы живем, да, вот это какая-то проникшая во все сферы общества. И Звягинцев интересует вот это, как мне кажется. Поэтому претензии, да, как мне кажется, да, о том, что ну как-то они плоские герои. Ну так фильмы про то, что они плоские. Вот. Это вот мои про то. А там нет другой краски, потому что он сосредоточен на этом. Да, вот. Это в некотором смысле упрощение, да. Но необходимый художник упрощение. Время нашего эфира подошло к концу как-то. Вот так. Но мы обязательно с вами встретимся в следующей нашей передаче для того, чтобы продолжить этот очень интересный диалог. Резюмируя, мне тоже было очень так, ну, свои пять копеек, что, говорится, хотелось бы вставить. Человек как социальное существо, это отмечают все и социологи, и психологи, и философы, отличает то, что у него есть способность мыслить. А мыслить, это, собственно говоря, философствовать. И вот если подхватывать вот эту вот вашу аналогию с шеством, что действительно не остается некоторого просвета, в этом фильме нет просвета для того, чтобы людям мыслить. Они не успевают даже соединиться с тем, и любить. Мы просто до этого не дожили. но об этом мы поговорим в следующий раз. Вот. И вот это очень важная мысль, важный посыл. Что делать человека человеком, и чего, собственно говоря, поступательно, методично мы сами себя в первую очередь лишаем, не кто-то со стороны, но сами себя. Вот. Лишаем, например, в том числе способности и возможности думать в том смысле, в самом глубоком смысле лишены процесса познавания, то есть соединения с какими-то очень важными вещами. Спасибо вам большое. Вас спасибо. Валерий Вениаминович, с вами прощаемся. Ну и с вами, дорогие друзья, мы прощаемся до следующего вторника. И может быть, кто-то посмотрит фильм. Да, посмотрите этот фильм обязательно, и беседу мы продолжим в следующий вторник. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова